Ситуация в региональных экономиках крайне сложная. Но что думают об этом сами эксперты? Сейчас на прямой видеосвязи со мной старший директор по региональным рейтингам крупнейшего российского агентства Гюльнас Галиева. Гюльнас Ильдусовна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, собственные доходы российских регионов в апреле в среднем сократились на 30% из-за падения нефтяных цен и введенных по всей стране карантинных ограничений. Вот по вашему мнению, что это значит для региональных экономик и с какими негативными последствиями россияне могут столкнуться уже в ближайшей перспективе? Действительно, апрель месяц был достаточно сложным для региональных бюджетов. Очень сильно просели собственные доходы регионов. Примерно на 20% за эти 4 месяца выросли социальные расходы. Соответственно, за апрель мы видим дефицит почти в 93 миллиарда рублей. Что, конечно же, по сравнению с апрелем прошлого года существенно ниже показатель. А социальные расходы? Социальные расходы – это что в них включено? Социальные расходы – это национальная экономика, это здравоохранение, это образование. Естественно, очень выросли расходы на здравоохранение, в том числе за счет предоставления дополнительных средств из федерального бюджета на обеспечение койко-мест. И, вероятно, конечно, до конца года эти статьи расходов, они будут оставаться такими же высокими. И доля социального блока в целом в структуре расходов, она также подросла примерно на 1% пункт, что достаточно существенно для региональных бюджетов. Регионы за эти 4 месяца недосчитались примерно 200 миллиардов собственных доходов. Это очень большие цифры, конечно же. При условиях продолжающейся рецессии до конца года мы ожидаем, что падение доходов будет продолжаться, может быть, не так сильно, как в апреле месяце. И тогда мы увидим агрегированный дефицит около 200 миллиардов рублей, что много, конечно. Для обычных граждан что это значит? Какие перспективы? Для обычных граждан, обычные граждане, конечно же, они напрямую не видят и не чувствуют, буквально, что упали доходы бюджета. Потому что социальные расходы регион, несмотря на то, что упали, собственно, доходы, они продолжали выполнять. Если рецессия продолжится, и если вдруг придет вторая волна, о которой все говорят, что к осени стоит ожидать вторую волну, то потребуется как минимум такой же объем поддержки от федерального бюджета, чтобы регионы могли исполнять свои социальные обязательства и поддерживать население и малосредний бизнес. Гюльнас, вот по расчетам ученых Высшей школы экономики и Вашего рейтингового агентства, которые основаны на данных Минфина, самая тяжелая ситуация с падением собственных доходов по регионам наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе Астраханской области Республики Коми. Там этот показатель упал примерно на 60% в сравнении с прошлогодним. Означает ли это, что проблема закредитованности субъектов Российской Федерации станет еще более острой? Действительно, в связи с падением собственных доходов регионы нарастили долговую нагрузку. С 2017 года совокупный долг регионов сокращался. И вот с начала этого года долг пошел в рост. Это, конечно, неприятная ситуация. Здесь федеральный центр тоже попытался поддержать их. Там сократили, вернее, увеличили сроки предоставления казначейских кредитов, увеличили сроки бюджетной реструктуризации бюджетных кредитов, возможность заимствования облигаций у регионов без рейтинга, возможность предоставления горизонтальных кредитов. Все эти меры направлены для того, чтобы поддержать долговую политику среди регионов. Неприятная ситуация, конечно, что придется наращивать долговые обязательства. Для некоторых регионов это будет действительно серьезно и сложно. Тот же ЕНАУ, например, это же регион, который завязан на нефтяных доходах. Для них эти падения доходов были наиболее существенны. Но это достаточно сильный регион, у них высокая кредитспособность. Они даже если нарастят долг, для них это будет не так болезненно. Гюльнас, одна из инициатив, недавно принятых на уровне правительства, это разрешить регионам не платить по бюджетным кредитам до конца этого года, а в период с 2021 по 2024 годы выплачивать только 5% задолженности ежегодно. Как вы думаете, вот это временное снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты, это вообще эффективная мера? Любая поддержка регионам, это будет эффективной мерой. Конечно же, по итогам этого года планировалось завершение одного из этапов реструктуризации бюджетных кредитов, которая была введена еще некоторое время назад. То, что ее продлили, это позволит сэкономить регионам деньги, они не будут направлять эти средства на погашение бюджетных кредитов. Это, конечно же, поддержит региональные бюджеты. Это не скажет, что с сильной большой поддержкой, но помощь будет. Можно ли соотносить сэкономленные деньги, которые должны были пойти на уплату процентов по бюджетным кредитам, с теми недополученными доходами, которые региональные бюджеты за плен получили? Кстати, нет, такого сопоставления нет, потому что именно проценты по бюджетным кредитам, они очень низкие, потому что процентные ставки по бюджетным кредитам самые низкие. Здесь именно имеется в виду по объемам выплат бюджетных кредитов, которые приходились вот на эти ближайшие годы, и на этот год в том числе, в том числе в завершении предыдущей программы структуризации бюджетных кредитов. Ввиду того, что в общей долговом портфеле бюджетные кредиты занимают существенную долю, поэтому они, конечно, размазаны по погашению по годам достаточно длинно, но даже вот эта вот небольшая доля бюджетных кредитов, которые приходятся на погашение в ближайшее время, это поддержит. Но именно выплаты по телу долга, не по процентам, потому что проценты по бюджетным кредитам очень низкие. Гюльнас, последний вопрос. Одна из последних новостей говорит о том, что Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП Российской Федерации, который, как ожидается, упадет на 6,6% в 2020 году, но вырастет на 4,1% в 2001. Стоит ли прислушиваться к данному прогнозу? А если, вернее, стоит ли прислушиваться, во-первых, к данному прогнозу? И учитывается ли то, что в России может начаться вторая волна пандемии? И этот прогноз кажется неактуальным. Мы, со своей стороны, конечно, ожидаем, что второе полугодие будет просевшее с показателями, где-то до 4,5%. По итогам года, с учетом восстановления экономики, мы все-таки ожидаем восстановления экономики, что будет до 4,2% где-то. Но в случае, если не придет вторая волна, или если придет, но пройдет гораздо мягче, восстановятся экономики, в том числе международные сообщения сотрудничества, подрастет цена на нефть, то, возможно, и до 3% только. Наши ожидания более оптимистичны. То есть 4,2% по вашему мнению, это самый худший вариант? Мы ожидаем, что такое будет по итогам года пока. Естественно, что все эти прогнозы могут пересматриваться, и они у всех пересматриваются, потому что до конца неизвестно, как оно будет. Во втором полугодии, в третьем квартале, в четвертом квартале, когда как раз ожидается та самая вторая волна, насколько масштабная она будет, будет ли с такими потерями, как мы видели сейчас, все, конечно, от этого будет еще зависеть. Вы говорите, что прогнозы пересматриваются, в таком случае у меня логичный вопрос. Тогда зачем эти прогнозы в принципе публикуются, если все время все меняется? Мы же прогнозируемся, исходя из точки, в которой находимся сейчас, и заглядывая в ожидания и озвученные правительствами меры поддержки и развития дальнейшие. Конечно же, просто всегда случаются события, которые нельзя спрогнозировать и предсказать, и они могут внести существенные коррективы. Опираясь на текущую ситуацию, на текущее развитие экономики и выход из кризиса, наши ожидания вот такие. Гюльнас, спасибо вам за ваше экспертное мнение. Спасибо вам, Хроша Михаил. Я хочу напомнить, что со мной на прямой видеосвязи была старший директор по региональным рейтингам крупнейшего российского агентства Гюльнас Галиева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин